что не продается в аптеках турции за подделку лекарств дают 50 лет какие лекарства стоит собой брать привет друзья меня зовут назар давыдов человек которого нужен особенно в турции тем более если надо разобраться в лекарствах все порядку вы пишите мне часто вопросы и часто попадается не вопрос связаны с тем какие лекарства стоит собой брать и когда едете отдыхать в турцию какая должна быть аптечка что не продается в аптеках турции конечно же есть свои нюансы в каждой стране есть они и в турции поэтому сейчас в этом видео я подробнейшим образом расскажу о тех лекарствах которые можно купить которые нельзя купить какие аналоги с лекарствами которые есть вашей стране но и много других вопросов начнем с того что аптека в турции называется экзаны выглядит она очень красочно красно-белая вывеска которая гласит о том что здесь находится аптека очень часто пишется это еще и на русском языке тем более в русскоязычных районах такие как кониалты в анталии махмутлар в алане вы можете легко найти аптеки по привычной надписи аптека я не являюсь специалистом большим в сфере медицины но у меня есть друзьям которые меня с удовольствием проконсультировали по поводу того какие же лекарства стоит брать из ваших стран почти все лекарства есть но есть они в несколько в другом виде которому вы привыкли назовем так аналоги наших лекарств в турции какие они ко мне часто приезжают друзья и задают вопрос о том какие лекарства стоит брать вот именно вам всем сейчас расскажу какие есть лекарства от тех нету я подготовился проехался по нескольким аптекам и поговорил с аптекарем и которые мне рассказали не только о том какие есть лекарства и какие аналоги в турции но и о ценах так что фармацевты всей страны объединяйтесь эта информация думаю будет полезна для тех кто собирается ехать я записал как мог так что уж извините если я что-нибудь сковерку обязательно пишите в комментариях к этому видео какие лекарства еще пропустил делитесь информацией но будут вопросы в описании к этому видео вы сможете найти контактную информацию так к слову теперь по поводу аналогов название он доложу просто вообще капец но я постараюсь со всех сил сказать все правильно я подготовил специально фотографиям для того чтобы вы визуально еще могли видеть как это все выглядит на прилавках итак поехали называется препарат assist стоит 44 лиры внизу вы увидите цену в рублях килол ход 33 лиры перри бурон 15 лет и мы дур свечем 6 лир пет памид 5 лир от простуд гриппа нурофен 19-30 стоит бит канал 18 лир пистолен 10 лир их тёл 25 лир перекись водорода 18 лир 53 лиры стоит энфлювир это антивирусная миносет обезболивающее жаропонижающее 490 такие вот цены основные еще в описании к этому видео я обязательно оставлю как называются основные самые ходовые лекарства на турецком языке ну и дополнительно будет обязательная информация которая вам поможет не растеряться сложившейся ситуации что касается меня я всем своим друзьям которые приезжают в большом количестве ко мне в гости некоторые кстати для выбора квартиры ты год я всем советую чтобы они заранее себе подготовили информацию в доступном месте куда звонить и что делать например телефон консультанта русскоговорящего который может даже по телефону вас проконсультировать и даже доставить лекарства домой есть телефон 112 по которому вы можете позвонить в экстренных случаях и вас спасут если дай бог что-нибудь произойдет по поводу качества лекарств турции это тоже один из часто задаваемых вопросов отвечу еще раз друзья в турции качественные лекарства ну о чем говорить если здесь за подделку лекарств дают 50 лет а иногда даже пожизненное наказание я с этим конечно не встречался но читал об этом приду пример о качестве турецких лекарств ада моя знакомая ехала сюда в турцию и другая знакомая попросила привести мою знакомую инсулин потому что в россии инсулин не такой как в турции оказывается даже такое бывает что качество лекарств разницы боль такие серьезные поэтому она приехала сюда приобрела и специальном контейнере охлаждающим этот препарат привезла на родину и действительно он лучше действует чем местный российский кроме этого можно сказать еще много препаратах в россии и здесь турции при сравнительном анализе но в целом все здесь есть скажу так и качество уж точно не хуже один из немногих препаратов которого нету в турции вода реально это достаточно сложно было сделать чтобы найти его но он таки есть это активированный уголь не знаю чем это связано но именно активированный уголь в том виде котором мы привыкли у себя на родине его здесь нету в таблетках но есть другие препараты состав которых входит тот же самый активированный уголь и все прекрасно работает нету смекты в таком виде которым мы привыкли но и себе такие другие аналоги этих препаратов ну и естественно друзья будьте внимательны на солнце не перегревайтесь гораздо больше информации о том как работают аптеки в турции по какой системе где они находятся графики режимы есть видео которым я снял три года назад знаете ничего не поменялось только изменились немножечко цены на некоторые препараты посмотрите пожалуйста это видео и будьте информированы приезжайте отдыхайте или даже приезжайте жить это уже как вам будет угодно в любом случае обязательно нужно знать вещи которые касаются вашего драгоценнейшего здоровья так что смотрите видео делайте выводы всем большое спасибо да прибудет с вами сила пока но сейчас я расскажу про аналоги лекарств турции и так вот реально нет все лекарства так звучат почему они придумают такие названия